72-летняя жительница Кенеля Галина Сафонова скучать не привыкла. До пенсии работала ветврачом, проверяла качество продукции на рынке. Сейчас член общественной палаты и председатель совета многоквартирного дома. Со всеми коммунальными проблемами соседи идут к ней. Болеть некогда, поэтому весной решила защитить себя от коронавируса прививкой. Осенью прошла ревакцинацию. Говорит, никаких последствий не было, даже температура не поднималась. Сейчас активно призывает других пожилых людей прививаться. Потому что я и переболела, да, и переболела, ну, скажем, неприятности были, и они сейчас еще сказываются, поэтому я сразу вакцинировалась, ревакцинировалась, и вот третью прививку я намерена пойти, вот у меня в мае, это как раз будет полгода, сделать третью прививку. У нас у всех есть дети, внуки, родственники, и поэтому нужно подумать, вот это, а если вот мы не думаем о своем здоровье, давайте подумаем о их здоровье, потому что терять близких очень тяжело. Жизнь, она вот коротка, и не нужно ее еще укорачивать. Я считаю, нужно вакцинироваться и продолжать жить счастливо. В свободное от общественной деятельности время Галина Сергеевна занимается рукоделием, освоила торсионное плетение, участвует во всех инициативах городского социального центра. Таких, как она, людей с активной жизненной позицией там немало. И все сделали прививки, чтобы продолжать общаться, устраивать совместные праздники и выезжать на экскурсии. Наша жизнь вообще, она изменилась с появлением этого вируса, в общем-то, не только у нас. Но, тем не менее, мы не снижаем вот этих темпов, вот, как бы сказать, вот этих своих мероприятий. Мы проводим их не меньше, мы все равно их собираем, потому что пожилым людям нельзя оставаться один на один в одиночестве в своих квартирах. Число заболевших в регионе не снижается и в группе высокого риска люди пожилого возраста. Чтобы избежать тяжелого течения болезни, медики рекомендуют им прививаться. Виктория Шарая, События.